здравствуйте мои дорогие с вами яна гуд из школы искусства женского очарования мы приступаем к нашему завершающему последнему пятому вебинару посвященному алхимии отношений между мужчиной и женщиной она и он все о таинствах любви и о тантре в отношениях это бесподобный вебинар я для вас приготовила просто вкуснейшую программу здесь долго-долго готовилась очень много интересного вкусного хочу вам рассказать но и немножечко расскажу о динамике значит вебинар состоит из двух частей первая часть теоретическая вот это она доступна записи для всех и здесь я проделаю минимум две практики мы с вами сделаем очень чудесные глубокого погружения в себя самопознание расширения а вторая часть это платная часть это будет волшебная медитация на сотворение образа своего любимого и на призыв любимого через тантрическую практику поэтому а вы можете уже прямо сейчас пойти на сайт и она год точка ру и сразу же купить вебинар номер пять чтобы под рукой была вот эта медитация практика если есть время и желание сразу же после того как проделаешь этот вебинар сразу же лечь на постель погрузиться на минут 20-30 и позволить себе полностью сотворить образ и призвать а ну либо конечно же это можно всегда сделать после этого вебинара в следующий раз но перед тем как приступать вот ко второй части медитации к практике я всегда рекомендую снова проделать вот этот вебинар эти практики потому что я это называю стать тепленькой опять он опять подготавливает твою психику твое сознание твое подсознание подготавливает к волшебному процессу чтобы не было сопротивления не было страхов и было бы такое глубокое желание погрузиться и сотвориться еще раз напомню в этом вебинаре три процесса через которые проходит каждая женщина на пути своей своей женской эволюции да сначала 1 1 часть это всегда исцеление это очищение исцеление от всех страхов детских программ и ненужного чужого и так далее до второй этап женской эволюции это этап наполнения вот ты очистила свою внутреннюю девочку до внутреннего ребенка от страхов ты готова превратиться в роскошную прекрасную желанную женщину и ты идешь фазу номер два наполнения и третий этап ты входишь фаза магини тыс начинаешь сотворять свое желаемое сотворять свою реальность это также похоже с тремя этапами любви до а три этапа любви это первый этап любовь а прицепка любовь привязанность это любовь по-детски когда мы цепляемся за нашего партнера и остаемся в отношении из страхов остаться одной никому не нужной нелюбимой и так далее лучше кто-то рядом чем никто и второй этап эволюции любви это когда мы переходим мы как бы эмоционально психически взрослеем да на полу становимся более наполненными как женщина гормонально раскрываемся и мы входим в этап страсти это второй этап любви любовь страсть и тут уже страсти мордасти брак по итальянски тут начинается кипеть и выкипать и закипать это эмоционально это псих психологически это уровень подростка когда гормоны бушуют никого них у логику не хочется слушать маму папу не слушаешь хочу все здесь и сейчас потому что внутри кипят страсти и разрывает мозг и третий этап любви он это этап любви ведающий да и он созвучен с третьим этапом это с этапом сотворении только познав себя наконец-то вернувшись к себе полюбив себя и раскрывшись себе во всем своем женском очаровании изучив силу женских чар познав искусство женской самости женской духовности женской силы сотворения женщина наконец-то может войти построить сотворить притянуть сонастроить изменить внешний свой мир свои отношения с внешним мужчиной так как она того пожелает а в первых двух фазах это невозможно всегда будут драмы проблемы сложности и так далее это так хорошо знать что вот такой вот у нас вот женский путь самопознание саморасширение да и этот путь он может идти как бы но у нас есть две дороги мы можем идти дорогой отношений где мы через реальные физические отношения через мужчину мы как бы отрабатываем свою карму мы учимся на своих ошибках то через радость и и боль мы начинаем раскрываться двигаться вперед изучать расширяться и так далее да ну и другой путь когда уже либо жизнь уже набила столько что уже дальше некуда либо ты очень молодая только начинаешь но мудрости очень много и ты не хочешь повторять судьбу своих сестер своих мам других женщин и ты понимаешь силу того что боже я лучше пойду в школу обучу женскому искусству и сотворю прекрасные отношения где дети мои будут счастливы я буду счастлива не жизнь моя будет прекрасненькая так что в какой бы ты фазе стадии не находилась этот вами дар будет очень для тебя увлекательным и интересным напомню еще раз в рамках школы как через этот процесс пройти тебя есть два очень мощных оружия очень мощных таких помощников да вот первый этап если ты решила идти путем вебинаров то вот первый вебинар он помогает процессу исцеления первой фазе потому что мы раскрываем все чакры и ты там поднимаешь чувство собственного женского достоинства раскрывая свои чакры наполняясь любовью и узнавая себя глубже в отношениях с деньгами с успехом с мужчинами какая ты на самом деле сейчас и начинаешь расширяться до улучшаться вебинар номер два сияние королевы он помогает тебе перейти ко второй фазе к фазе наполнения здесь мы уже включаем наше женское сияние практики мощнейшие да это уже вот этап наполнения и третий вебинар о ревности как любить чтобы не предавать себя то там практика потрясающая и она гармонизирует внутреннего мужчины и внутреннюю женщину и помогает тебе на самом деле раскрыться в своем королевском величии в женском обличье да вот пристит такой внутренней гармонии и не я поэтому первый вебинар он помогает первой фазе исцеления также для этого помогает программа исцеления матки второй вебинар и третий вебинар они помогают во второй фазе фазе наполнение наполнение своей женской самости вот этому также помогает вторая программа в школе второй шаг это сила четырех стихий ритуалы с четырьмя стихиями они помогают тебе наполняться сексуально оргазмически и духовно воссоединяться силами стихий и начать подпитываться и стихи они от людей не из кино не от мамы папы не от детей то есть не из внешнего а из внутреннего из природного потому что природа означает при боге я уже в прошлом вебинаре этот термин объяснила но и сейчас вот наш четвертый и пятый вебинар это вот для третьей фазы фазы сотворения четвертый вебинар это была наука образности и жертвы в жрицу каждой женщине нужно было сделать эту медитацию скинуть себя оковы жертвенности ограничений а не любви к себе и раскрыться сотворить свой образ образ женщины своей мечты войти в него и начинать вот этот образ расцветать наполнять его и для этого вам в помощь шаг 3 школы 7 волшебных транс медитации первую медитацию вы все можете получить в подарок от меня она стоит 100 долларов и вы можете получить ее в подарок как только подписались в школу на сайте я на good.ru и вам сразу же придет эта волшебная медитация я красивая это исцеляющая сессия позволяющая исцелиться наполнится молодиться и тотально в себя влюбиться по-женски вот вторая волшебная медитация я любовь третья я оргазмичная четвертая я самоочарование и пятое это будет о изобильности как исцелить себя вот от этого когда у меня будут деньги вот тогда я там себе позволю на это третье десятое то есть это состояние жертвы вот понимать что состояние изобилия изобильности это такое внутреннее оргазмическое состояние в нашей матке я как женщина раскрываюсь и соответственно я могу сотворять все я могу позволить себе на все вот потому что женщина это божественно женщина это любимица богов она сотворена чтобы сотворять жизни в женщине все и в ней есть все силы и мужское и женское она может все итак поговорим об отношениях я буду говорить с тобой на ты потому что ты моя сестра ты моя душа ты такая же как я ты женщина вселенная я люблю тебя ровно настолько насколько я способна любить себя спроси себя что такое любовь для тебя вот возьми бумажку с ручкой и напиши любовь для меня это что любовь для меня это как что я хочу в любви получить что я хочу в любви подарить какая я в любви и каким я хочу его видеть в любви записала поставь на паузу и позволь себе углубиться и ответить на эти вопросы и когда ты будешь готова продолжай со мной дальше как-то я очень сильно влюбилась в роскошного шикарного горячего кубинца он был потрясающим тогда пошла мода на кубинских любовников они такие были роскошные горячие шикарные дженнифер лопез вела эту моду и у меня тоже такое было желание хочу испытать ночь страсти такой хотя бы один раз ну и конечно же что пожелаю то и получаю знакомлю с роскошным кубинцем у нас закручивается бесподобные отношения вот как-то сидим мы на океане и он мне говорит а ты знаешь а что такое любовь ну я там думала думала что-то начала умничать за умничать уже даже сейчас не помню какие я там умные вещи плела и он сказал моя мама сказала мне что любовь это иллюзия разруш иллюзию и ты разрушишь любовь и на этих наших отношениях с ним которые продлились аж целых три месяца а потом я убежала в порта-рико на два месяца просто чтобы он перестал меня преследовать я там вот долго осознавала что это значит и что реально во всех отношениях мы влюбляемся в иллюзию об этом человеке и вот в зависимости от того какая иллюзия у тебя есть это как раз таки она так очень показательно зеркалит тебе чего тебе на самом деле в себе не хватает что ты хочешь добрать через другого человека что ты сама себе не можешь ждать а вернее сам себе не можешь ждать помнишь ведь в каждой женщине есть внутренний мужчина и внутренняя женщина так вот в в отношениях магните мы притягиваем мы своим женским магнетизмом своей женской энергии а вот уважаем простраиваем притягиваем выбираем в отношениях мы нашим внутренним мужчиной и это наш внутренний мужчина оценивает по достоинству нашего внешнего мужчина потому что наш внутренний мужчина охраняет нашу маленькую девочку ведь она же еще не раскрылась по-женски потому что конечно же если ты уже по-женски раскрылась то да тогда уже выбирать будет женщина королева короля но я думаю что ты еще не дошла до этого состояния но дойдешь вот я туда стремлюсь иду для этого сотворила школу для этого пошагово постоянно раскрываюсь работаю над собой сама сейчас нахожусь в глубокой стадии 3 стадии в стадии сотворения сотворение себя своего образа сотворение образа своего возлюбленного и тех отношений которые я хотела бы вкусить сейчас на этой фазе своей жизни не руководствоваться прошлыми нуждами да потому что их уже нету произошло глубокое исцеление а именно вот сотворить новый образ для себя девушки если кто-то из вас сейчас находится замужем или в отношениях это также относится и к вам не имеет значения мужчина изменится и трансформируется именно под тот образ который внутри тебя сформируется они такие волшебные как дети они моментально вот подстраиваются под вибрацию женщины поэтому даже если ты в отношениях не имеет никакого значения ты поменяешься и он поменяется если он не способен поменяться он уйдет из твоей жизни и в твою жизнь придет новые лучшие более гармоничные тот который будет подходить для твоих новых вибраций не бойся этого но по-любому выбор делаешь ты поэтому не надо бояться трансформации когда ты растешь ты раскрываешься в свете ничего плохого с тобой произойти не может только лучшее да итак поговорим об иллюзии любви и или о игре гормонов так что же это такое любовь это иллюзия или эта игра гормонов как это работает но ученые говорят что любовь это просто вот гормональный взрыв там притяжение и гормон любви он около вот 30 дней действует то есть иллюзия розовые очки около 30 дней и потом обычно они начинают сходить у некоторых этом процесс может два года растянуться вот но обычно вот в отношениях вы встретились у вас появилась какое-то глубокое притяжение разыгрались гормоны вы влюбляетесь в иллюзию и начинаете вот начинаешь сама себе накручивать сказку придумывать за за него все для себя и так далее да и обычно идет что если ты девочка допустим которая не зарабатывает много денег и тебе сложно с финансами то есть в тебе хорошо развит воздух но огонь и земля слабоватенькие то тогда ты будешь искать мужчину такого типа папочки до сильного надежного который будет тебя опекать и твой образ любви твоя иллюзия любви будет обязательно вот включать в себя вот такие качества как надежность состоятельность обеспеченность щедрость и так далее потому что ну твой внутренний мужчина компенсирует свою слабость через силу внешнего мужчины для вот такой вот гармонии выживания твои внутренние девочки да и я это называю любовь кривых зеркал если же я объясню что это значит через секундочку если же наоборот ты много зарабатываешь тебя твой внутренний мужчина мощный яркий огонь хорошо проявлен земля проявлена ты хорошая хозяйка то хорошо зарабатываешь управляешь своими деньгами замечательно у тебя там бизнес или там вообще все хорошо то соответственно тебе хочется любви тебе хочется нежности а тебе хочется романтики чтобы вот сбалансировать да вот вот эту часть в себе не хорошо развита и соответственно это будет жаждать вот такого в отношениях твоя иллюзия любви будет состоять из других компонентов почему я называю это игрой зевых кривых зеркал потому что алхимия отношения она всегда происходит то есть как только ты соприкасаешься с другим человеком особенно мужчина с женщиной это как вот представь стакан чисто хрустальный стакан и ты в него наливаешь чистую горячую воду и потом то в нее опускаешь чай пакетик с чаем что происходит в это время происходит алхимия двух существ и уже в стакане не чай и и не то есть не сам вот чай да то есть не сама травка и не сама чистая вода а уже третья субстанция которую мы называем чай и вот эта третья субстанция она несет в себе качество до обоих элементов там и горячая вода и вкусовые качества травы которая была заварена и вот так вот с отношениями то есть с одним мужчиной ты встречаешься и у тебя проявляется то есть чай какого-то определенного вкуса да с кем-то ты сладкая становишься нежная с кем-то ты агрессивная раздражительная то есть вот с каждым человеком как только ты соприкасаешься с его полем происходит алхимия в отношениях вы сразу же с друг другом так сказать происходит химическое эмоциональное энергетическое но если есть слияние то и физическая алхимия и от этого никуда не убежать и есть такая поговорка с кем поведешься так тебе и надо того и наберешься да и то есть с кем ты будешь спать и есть просыпаться обниматься миловаться до любоваться природой проводить свое время вот с этим человеком этого ты будешь набираться внутри себя потому что вот такая вот алхимия взаимообмен всегда происходит поэтому что же такое происходит по-настоящему в отношениях если ты в отношениях чувствуешь себя давайте возьмем такой пример да вот допустим ты чувствуешь себя недостаточно красивой в отношениях не очень уверенной и и обычно эта проблема красивых женщин она в них развита что очень странно конечно она в них развита наиболее ярко даже вот девушки которые очень любят себя быстро в инстаграме выставлять со всех позы и ракурсов они уже такие мастерицы они знают как себя фотографировать да у меня есть девушки я знаю что они берут по 200 фоток иногда делают чтобы выбрать просто одну красивую фотку один такой шикарный ракурс и выставить себя но это говорит о том что в глубине души она не уверена в своей красоте ей необходимо показать себя самой лучшей стороны сотворить такой образ я красавица выставить его на публику на всеобщее обозрение чтобы начать получать что лайки да да чтобы люди говорили позже какая-то красивая тра-ля-ля-ля-ля-ля я это не осуждаю не говорю что это хорошо или плохо мы просто рассматриваем это как пример потому что по-разному это можно проживать вот но что происходит у женщины у которой вот есть неуверенность в своей красоте у меня это было очень сильно развито потому что моя мама никогда не говорила мне ты красивая и она постоянно придиралась к моему внешнему виду и хотя я всегда внутренне понимала и ощущала что я очень даже красивая женщина но вот эта неуверенность детская во мне была и могу привести это на своем примере соответственно в отношениях для меня главнейшим критерием одним из главнейших критериев было чтобы я для этого мужчины была самая красивая и вот только сейчас когда я прорабатываю внутреннего и внешнего внутреннего мужчины внешнюю женщину я убрала это кривое зеркало я влюбила своего внутреннего мужчину в свою внутреннюю женщину потому что после очищения матки исцеление женского рода я уже не маленькая девочка мне одобрение своей мамочки не нужно хотя я его получила что очень странно после исцеления рода материнского моя мама меня благословила и позвонила мне сама и удивила меня тем что начала просто восхищаться и восхвалять мою красоту женственность мой успех мою школу и ну и вообще говорить мне что я самая лучшая дочка на свете и так далее то есть все что я когда-то хотела услышать как маленькая девочка да я это получила но уже тогда когда мне это уже не нужно было потому что я уже не девочка я женщина и как женщина я сама сотворяю свою реальность и я сама знаю какая я красивая я или некрасивая умная или неумная успешно или неуспешная одобрение социума она приятно но она мне уже не есть необходимо потому что вот на второй фазе до происходило вот глубокое наполнение собой любовь ведающую вошла и я стала познавать себя мне интереснее стало мое внутреннее я стала убирать как бы кривые зеркала внутри себя мой внутренний мужчина спрашивал то есть я спрашивала внутреннего мужчину а какой я должна выглядеть чтобы ты в меня влюбился что для тебя красивая и внутри себя вот вкусив что это значит я принимала себя раскрывалась влюблялась в себя и так далее да поэтому я рекомендую поработать вот с внутренней программой итак моя дорогая пора приступить к нашей первой практике к практике кривых зеркал возьми бумажку с ручкой сядь поудобнее расслабься и начни дышать животиком соединяйся со своим женским естеством просто глубоко расслабь животик распусти его как цветочек если на тебе обтягивающие трусики там резиночки штанишки пояса все расстегни вообще хорошо заниматься со мной с моими практиками всегда в свободном платье без нижнего белья чтобы вот но ничто не сжимало нашего кровообращения в нашем женском центре силы и запиши вот первая практика практика кривых зеркал и запиши такое предложение если ты меня любишь то ты должен и вот теперь ты начнешь писать один два три четыре что из тебя потечет в потоке все что из тебя потечет вот что ты должна ощущать что ты ощущаешь что он должен тебе дать как он должен к тебе относиться чтобы ты себя чувствовала возлюбленной чувствовала любимой чувствовала себя счастливой в отношениях с ним до начни писать и мне как вы Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Итак, я надеюсь, что ты успела написать все, что ты прочувствовала. В чем помогает? Если нет, то поставь меня на паузу и, конечно же, продолжи с этим сакральным процессом. Я надеюсь, что эта практика позволила тебе заглянуть внутрь себя. Она позволяет тебе посмотреть, какие у тебя иллюзии в любви, что ты проецируешь на своего мужчину в отношениях, да? И какую детскую программу ты отрабатываешь в отношениях. Итак, посмотри, ты исцеляешь свои отношения с мамой или с папой в отношениях, да? Вот смотри, у нас в отношениях, ну, перед тем, как войти в отношения, каждая личность, мужчина и женщина, они проходят через три как бы возрастных, но также психологических этапа взросления. И первый этап – это я-ребенок, этап ребенка. И, конечно же, тут простраиваются отношения на уровне привязки. И ребенок – это тебе может быть 72 года. Вот последняя моя клиентка, я была 72 года, но мы прорабатывали, когда очищали ее матку, именно программы трехлетней девочки. И вот очень многие, которые прорабатывают вебинар «Четвертый» и «Жертвы в жрицу», там раскрывают для себя, что в совершенно взрослом возрасте разыгрывается в отношениях именно драма «Я жертва». Отношения разыгрываются в ключе палачей жертва, маленькой девочки, которая ищет в отношениях того, что мама и папа не додали. Той уверенности, той похвалы, той финансовой поддержки, той безусловной любви, которую должны давать только родители. Но ни в коем случае никто не должен давать этого взрослым в возрасте, в отношениях. И так я бы, конечно, с радостью хотела услышать, что ты записала и проанализировать твою практику, чтобы подсказать тебе, что к чему и почему. Но так как этой возможности сейчас нету, все свои вопросы, все свои интересные моменты, вкусные практики, сохраняй их, заведи себе тетрадочку. И вот когда ты прорабатываешь вебинары, все эти практики, пиши все, что происходит, пиши, какие есть вопросы. И во время нашей личной живой онлайн-встречи, вот сейчас я планирую на 15 апреля, но все, кто купили вебинары 4 и 5, получат приглашение на вот такую личную встречу онлайн. И я смогу ответить на твои вопросы, проработать тебе, вот именно твои образы. А всем, кто подписан в школе, после этого, от времени до времени, раз в месяц, раз на 2-3 месяца, я буду делать такую, приглашать на живую онлайн-встречу. Чтобы все участницы школы, которые проходят через программу очищения матки, через 5 вебинаров, через вторую программу 4 стихи, могли бы задавать вопросы, делиться, ну и получать поддержку в живом поле. Будем сотворять живое поле Магинь, сила Магини. Итак, поэтому я приведу на примере свой образец, чтобы тебе легко было понять вот смысл и силу этой практики. То есть первый психологический возраст в отношениях, это возраст ребенка, у тебя это маленькой девочки, у мужчины, твоего мужчины, маленького мальчика. Второй психологический образ, это образ подростка, и у тебя, и у него, и здесь вы простраиваете отношения обычно на уровне страстей, да, и обид, и взлетов, и полетов, и так далее. Здесь ты должен, они более такие чувственные концепции. Ну и третий уровень, это зрелой женщины, зрелого мужчины, не в возрасте, потому что может быть и 18 лет, но именно за раскрывшийся в своей женственности, в своем женском потенциале, и раскрывшийся у настоящего мужчины, а не маленького мальчика или эгоистичного подростка. Итак, раньше моя программка была, что он должен, да, до того, как я пришла вот к третьему уровню, к любви ведающей, до того, как я очистила матку, наполнилась и стала раскрывать свою жрецу, свою могиню, у меня была вот такая вот иллюзия любви. Итак, сейчас я ее записала, и поэтому сейчас я ее зачитаю. Так, где она? Значит, вот такие требования. Если ты меня любишь, то ты должен, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил, ножки, ручки целовал и красивой называл, денег, чтобы не жалел и делал все, что я хочу. Говорил, да, любимая, с радостью, все, что ты пожелаешь, вот то я и буду выполнять, все для тебя, моя дорогая. И, ну, и чтобы духовно был там и все дела. И вот этот образ, да, это был любовь на уровне, вот первого уровня детского. То есть я требовала от мужчины всего того, чего не додали мама с папой, а также всего того, что как раз они дали. То есть я хотела компенсировать через свои отношения с мужчиной, проработать на самом-то деле свои детские программы. И именно этим занимаются сейчас большинство женщин в отношениях. Именно поэтому отношения так сложно гармонично простроить, так сложно найти настоящее счастье в отношениях. Поэтому мы влюбляемся, мы бегаем в иллюзиях, нам кажется, он такой чудесный, он такой замечательный, он такой добрый, он такой щедрый. Он постоянно мне говорит, какая я красивая, он на руках меня носит, цветы мне дарит, у нас все будет замечательно. И вот под этим гормоном любви, вот в этой иллюзии, в этих проекциях мы как бы начинаем, бросаемся в отношения, выходим замуж, урожаем детей, либо бросаемся в постель, начинаем заниматься сексом. И, конечно же, реальность не заставляет себя долго ждать. В каком-то моменте гормон влюбленности проходит, маски слазят, выходят наши жертвы, выходят наши теневые стороны, да, и начинается настоящая жизнь, настоящая проработка встречи двух людей. И вот кто тут встретится, да, вот именно от этого им будет зависеть, как отношения будут простраиваться. То есть встречаются ли два ребенка, каждый, который требует себе мамочку-папочку, либо два подростка, которые начинают бушевать и бить посуду, и ревновать, и сходить с ума, и доводить друг друга до безумия. Либо встречаются мужчина и женщина, готовые сотворять свою реальность любви, сотворять свою сказку, сотворять любовь на уровне делания друг друга счастливыми. Не что я хочу взять, а что я хочу дать, что я могу подарить своему партнеру, как я могу осчастливить своего мужчину. Это вот является таким хорошим тестом, да, если ты смотришь на отношения, и ты думаешь, что он тебе должен, что ты хочешь взять, что ты хочешь получить в отношениях, чтобы дать ему свой секс, свою любовь, свою верность, да, то, значит, ты еще не раскрылась, не созрела, как женщина для по-настоящему счастливых отношений. А если ты думаешь, Боже, как же я хочу влюбиться, или, Боже, как же я хочу любить своего мужа, как же я хочу делать его счастливым, что же ему нужно для любви, для счастья, дай-ка пойму, дай-ка дам ему все, что только он пожелает, это идет из женщины настолько уже наполненной собой, что она просто рада осчастливливать своего партнера, да. И так может поступать только магиня, только женщина, пришедшая к любви ведающей, раскрывшейся в себе. То есть, например, я постоянно практикуюсь и наполняюсь по утрам, днем, иногда по вечерам. Если я наполненная, я пытаюсь всех вокруг себя сделать счастливыми. И обычно у меня это получается, потому что люди напитываются через поле. Если я не наполнена, то я жду обратной связи, я жду из внешнего мира поддержки, заботы, ласки, любви и так далее. И вот что интересно, проделав эту практику сейчас, вот что я написала уже, и это мне показала, позволила проанализировать и познать, на каком уровне на самом-то деле я нахожусь сейчас, и определить, что вот сейчас мои требования, так сказать, в отношениях. Это разговор моей внутренней женщины с внешним мужчиной. Вот что я записала сейчас, после первой практики. Что он должен, если любит меня? Должен платить за все. За мою виллу, за мои путешествия, за мою еду. За все. Все материальное платит он. Всячески облегчать мой день. То есть носить мои сумки, возить меня по острову на мотоцикле, покупать арбузы, кокосы, билеты для путешествий, организовывать. То есть все, что мужское, вот я желаю, чтобы в отношениях все это делал мужчина. Чтобы не мешал моему творчеству, а наоборот, всячески поддерживал меня. Чтобы в сексе хотел познать искусство тантры и стремился к космическому оргазму вместе со мной. Пятое. Чтобы уважал свою свободу как мужчина. Чтобы практиковал духовные тантрические практики, которым я его научу. Чтобы продолжал расти, развиваться и был интересным для меня. Шестое. Должен иметь свое дело. Дело, которое приносит не только шикарный доход финансовый, но которое несет добро людям этой планете. Не просто бабки качать на биткоинах, например, там вот только инвестировать на ксток-маркете, чтобы делать деньги ради денег. А именно, чтобы... То есть это тоже имеет место. Он может также инвестировать на биржи и так далее. Но должен еще иметь дело, которое творит добро на этой планете. Быть в служении и в благотворительности. Для меня это важно. Потому что вот такого мужчину я смогу любить, уважать, поддерживать, направлять свою сексуальную энергию на сотворение его мечты, дела его жизни, так сказать. Седьмой пункт для меня. Видеть в женщине богиню, а не просто инструмент для секса, для быта, для рождения детей. Восьмое. Осознавать, что женщина и мужчина вместе сотворяют божественную реальность. Что вместе мы безграничны, мы оргазмичны, мы едины с Богом, с космосом. Что быть вместе — это великая привилегия. Это магия, таинство, создавание алхимии мужского и женского. Это не разделение бытовухи и оплодотворение. И так далее. То есть для меня очень важен такой возвышенный фактор в отношениях. Вот на этой фазе моей жизни, на этом этапе своего развития, так сказать. Вот эта практика позволила мне заглянуть в себя и увидеть, как я выросла, как я изменилась, как я перешла на третью фазу зрелости внутри себя. Что я превратилась в женщину. Так как я, как женщина, очень много могу дать своему мужчине, то поэтому сейчас я считаю, что все финансовые вопросы решать должен он. То есть я достойный мужчина, который зарабатывает хорошие деньги сейчас, щедр и рад обслуживать, оплачивать весь мой быт, все, что мне нужно, ему нужно. Вот так вот. Почему? Потому что я знаю, что в обмен я даю мир чувственности, женственности, нежности, таинства и бесконечной такой разности, таких граней, удивительных граней. И вот если раньше для меня очень важно было, чтобы мужчина всегда говорил, ты красивая, ты красивая, я люблю тебя, я люблю тебя. То есть, и у меня так было. Я только встречалась, я только вышла замуж за очень богатого мужчину, который каждый день раз по шесть говорил мне о том, какая я красивая, причем на разных языках, там и на итальянском, ты белла, он не итальянец, там и на русском, и на армянском, и на английском, он на арабском, хабиби, он говорил, любимая, ты самая красивая. И я от этого кайфовала, мне это было очень важно, меня это очень сильно заряжало. То сейчас, как интересно, в отношениях редко мужчина мне говорит о том, какая я красивая, или какая я любимая, потому что у меня нету этой необходимости. Я себя таковой ощущаю, и они тоже это ощущают. Он считывает, что я красивая женщина, и мне не надо воду в уши лить. Он просто так, как он на меня смотрит, восхищается. И сейчас вот мне комплименты, когда мужчина делает, он говорит, боже, какая ты магическая, какая ты волшебная, таких, как ты, нету. Откуда ты такая взялась? Вау! То есть вот сейчас мужчина мной именно восхищается, и не может поделить меня на какие-то кусочки и грани, там, красивая ли я, умная ли я, богатая ли я. Потому что вот я как женщина целостная сейчас вот какая-то такая магическая, да, меня трудно вот расчленить на кусочки и попытаться меня полюбить. Меня можно просто чувствовать и любить, либо не чувствовать и не любить. Вот. А как-то так по-другому уже нельзя. Почему? Потому что вот через работу с волшебными транс-медитациями я стала раскрывать внутри себя вот все эти энергии, качества, красоты, любви, оргазмичности, музы, воздушности, безграничности, изобилия, света, божественности. и это все играет вот такой палетой, переливается, как вот дорогой большой бриллиант на солнце. Он просто искрится разными гранями. И ты видишь и понимаешь, что там очень много грани, но ты не хочешь сидеть и разбирать грани, ты просто кайфуешь от света, от того, как он преломляется. И как тебе приятно, интересно и хорошо вместе вот в пространстве с этим человеком. Вот, так что, да, именно вот это сейчас как бы происходит. И именно к этому я вот всех женщин призываю прийти вот в третью стадию любви ведающей, познать себя, раскрыться, исцелить свое детское, проработать свое подростковое, да, и раскрыться тотально в женском, чтобы сотворять настоящие отношения таких вот зеркал бриллиантовых, да, то есть стать женщиной-бриллиантом. Как бы, почему мужчина становится на одно колено, он преклоняется перед женщиной, да, и просит стать его женщиной, его женой. И почему он ей дарит бриллиантовое кольцо? Потому что бриллиант символизирует, то есть мужчина символизирует свет, а женщина преломляет этот свет через себя и отзеркаливает ему его величие, его потенциал, и делает это очень красиво и волшебно, и он просто, как бы вот отражаясь в лучах ее восхищения, он вдохновляется ее полетом, ее радостью, да, ее женскими хитростями, секретиками, вот такими таинствами, искусствами, он просто, вот она такая загадочная и неповторимая. И позволит тебе вот раскрывать свои грани, как женщина, вот второй шаг в нашей школе, это сила четырех стихий, вот когда ты начнешь практиковаться со стихиями, наполняться, да, войдешь во вторую фазу, ты начнешь наполняться, как женщина, то ты вот из подростка потихонечку начнешь раскрываться в зрелую женщину. Итак, что у нас идет дальше по программе. А, да, хочу еще вам, хочу еще тебе напомнить о таком моменте, да, вот рассмотреть, что еще позволила первая практика выявить, да, психологический портрет твоего мужчины. Вот сейчас я тебе расскажу, а ты подумай, да, какой твой мужчина сейчас, если ты уже в отношениях, да, или ты, допустим, только что разорвала свои отношения, да, каких мужчин ты притягиваешь на самом-то деле. То есть, вот, как простраивается, мужчина простраивает отношения с тобой. Если он на уровне ребенка, психологическом, тогда ему нужно очень много любви, ему нужно, он, как от мамочки, начнет требовать от тебя много внимания, много секса, много быта, там, ты должна для него готовить и заботиться о нем, и секс ему давать, когда там он того пожелает, и зарабатывать ты должна, потому что он не может заработать на двоих, он еще ребенок, вот, он ищет еще себя, он пытается для себя заработать еще. То есть, ему может быть и 40 лет, а он еще себя ищет, и то есть, он еще в психологическом возрасте ребенка. Это не есть плохо или хорошо, просто нужно вот оценить, да, где сейчас находится твой мужчина, чтобы не ругаться с ним, не бороться с ним, не наказывать его за то, кем он на самом деле сейчас является. Вот, очень часто, вот, я недавно прочитала книжку женщины, потрясающая книжка о своей жизни, она молодая женщина, ей лет 30 сейчас, и вот она свою первую любовь, с которой вот 11 лет она пробыла, ездила в Индию, по всей Азии путешествовала, очень потрясающая книжка, и она там очень искренне, без масок рассказывает. И, и также вот очень с многими клиентками, то есть вот истории разные, но суть одна, они выбирают мужчину первого уровня, потому что её огонь, её внутренний мужчина третьего уровня, а внутренняя женщина первого уровня. То есть она сама ребёнок по-женски, но как внутренний мужчина, она умная, самодостаточная, в ней много огня, и она умеет зарабатывать деньги, она может, она хочет зарабатывать деньги, И, соответственно, она хочет, чтобы ее мужчина тоже зарабатывал как минимум, как она, а то бы еще и больше. Но на самом деле закон магнита всегда срабатывает, да, по сеньке шапка. И мужчину она может притянуть и удержать только на том уровне, на котором она находится, как внутренняя женщина. И если ее вода, ее внутренняя женщина первого уровня, то, соответственно, мужчина тоже будет первого уровня, на уровне свечки. Девочки, если вы не знаете, о чем я сейчас говорю, то обязательно просмотрите видео на ютюбе, называется «Искусство очарования. Часть 3. Секретики гейш и 7 уровней». Вот о 7 уровнях должна знать каждая женщина, каждый мужчина, чтобы понимать, что происходит в отношениях. И вот эта девушка из книжки, да, она, значит, третьего уровня мужского, и она с мужчиной встречается, который очень красивый, внешне интересный, вот, но он первого уровня. И вот она борется с ними, бьет его и обижается, и требует от него, чтобы, и ожидает от него всего и всякого, чтобы, то есть, чтобы он вел себя как мужчина. А он не может, не ведет и никогда не будет. И люди создают вот эти отношения палачи-жертва. Женщина начинает мстить, добивать, унижать, оскорблять мужчину, который ниже ее уровня находится. Почему? Потому что она требует, она хочет, чтобы он был мужчиной, да, но этого нельзя требовать. Нужно стать женщиной, и тогда мужчина тоже рядом станет мужчиной. Да, это требует твой внутренний мужчина, он соревнуется с твоим внешним мужчиной, да, и идет такая борьба. И вот недавно клиенточка, вот она работает с программой очищения матки, исцелением своих родовых программ с мамой, с папой. Вот программа очищения матки включает в себя и исцеление своих детских программ, да, и исцеление родовых программ с мамой, с папой. А также учит, как включать свой сексуальный магнит, ну, чтобы в женщину превратиться. Это вообще изумительная программа, она вот проводит женщину через все, так сказать, важные фазы внутреннего исцеления. И у нее настолько сложные родовые программы, она сама не справляется. И вот мы решили сделать с ней приватную сессию, чтобы я могла ей помочь и просто перекодировать родовые программы и вывести ее на новый уровень чистоты, света, подтолкнуть ее вперед. И вот она пишет, что, ну, она деньги уже заплатила, а я еще пока занята, не могу сделать с ней эту сессию, потому что мои индивидуальные сессии, они, как и все остальное, занимают огромные, это огромная энергозатрата с моей стороны. Я подготавливаюсь к этому, создаю пространство, чтобы ничего личного не было. Я вхожу, вот, соединяюсь со своим божественным, создаю пространство любви и начинаю процесс глубокого исцеления и сотворения с ее высшим я, с ангелами. То есть происходит что-то очень мощное, и, конечно же, больше в этот день я ничего делать не могу. После этого я иду, молюсь, восстанавливаюсь, воздаю хвалу Богу за этот бесценный процесс и опыт на рождение новой женщины. То есть вот очень много подготовки и очень много в этом процессе проходит. А так как мне вот сейчас нужно было записать вебинар номер пять, и я готовлюсь к каждому вебинару иногда неделю, иногда две недели, с материалом внутри себя, его прорабатываю, обдумываю, рождаются практики, процессы, то я ей сказала, что я пока не готова исцелять тебя, потому что вот мне нужно закончить пятый вебинар, и тогда мозги у меня освободятся, и я смогу вся направиться, вся на сто процентов отдаться тебе и сотворить с тобой такое пространство. Но в процессе вот я подарила ей несколько практик из вебинаров третьего и четвертого, из жертвы в жрицу, из ревности, то есть как себя сбалансировать внутренне мужчину и женщину, называется у королевы нет соперниц, и чтобы она пока над собой работала. И вдруг она вот мне звонит и говорит, муж меня побил, он мне вот ударил меня по лицу, что мне делать, я такая жертва, расплакалась и так далее, да. Ну, то есть, девушки, я этим делюсь, но я же имен не называю, да, и подобных ситуаций очень-очень много, вот я просто привожу конкретный пример из самого, так сказать, фреш, то есть из самого вот недавнего, так сказать, да, но на самом деле таких примеров отношений палачи-жертва, маленького ребёнка и так далее, и то есть их очень много примеров, но вот это очень такой показательный пример для меня был. И я её спросила, я говорю, а что такое произошло? Она говорит, за 11 лет он никогда не поднимал на меня руку, а тут он меня ударил, я не знаю, что делать. Вот, я говорю, а что такое произошло? Почему он тебя ударил? Ведь мужчина никогда не бьёт женщину, он только бьёт её внутреннего мужчину. То есть, когда женщина начинает простраивать, давить на мужчину своим внутренним мужиком, то он начинает её за это бить и показывать, кто мужчина на самом деле в отношениях. И тут она призналась, что вот уже две недели, как она работает с другим мастером, делает программу «Тело на миллион» или что-то в этом роде, и там нужно постоянно писать, делать отчёты и так далее. Я была просто в шоке поражена. Я говорю, девочки, ну неужели вы не понимаете? Там другая женщина мне рассказывала, что она работает с медитациями, там Ларисы Ринар и так далее, это когда она ещё не закончила ощущение матки. И я говорю, девочки, зачем вы это делаете? Разве можно на кухне поставить три шеф-повара и сотворить произведение искусства? Ведь каждый мастер, каждый тренер и каждая женщина, которая вас чему-то обучает, она это делает в своём пространстве, в своём поле. И не то, что какой-то мастер там лучше или какой-то хуже, нет. Но каждый работает в своём поле, в своём ключе. И что важно, очень важно для меня. Когда я создаю что-либо, любую программу, я выхожу из личностного, я вхожу в состояние божественного. Все мои транс-медитации, они простроены из состояния оргазмичной космичности. И поэтому также я работаю из состояния матки, женского состояния. Поэтому работа с моими программами, она именно раскрывает нашу женственность. Я работаю без масок, я не притворяюсь, что я какой-то такой мастер с большой буквы. И сейчас я тебя быстренько чему-то научу. А именно я как женщина делюсь, раскрываюсь, как могиня с могиней. Раскрываюсь путём женского естества, правды, истины. И сама в этом процессе тоже раскрываюсь. И я призываю всех, если вы вошли в школу искусства женского очарования, позвольте себе полностью всё проработать здесь. Я гарантирую раскрытие вашей женственности. Вы обязательно раскроете и заиграете всеми гранями. А если бегать и скакать туда-сюда, и перескакивать, тогда ты как мужчина, если он любит одну женщину, одну жену, он выбирает себе женщину и начинает её обожать, обожествлять, одаривать, посвящать себя ей. Такая женщина расцветёт, правда? Она подарит ему настоящую любовь. Она сможет сделать его самым счастливым. А если он будет любить свою жену, но постоянно ей изменять, то с Валей прыгнул в постель, то с Галей прыгнул в постель, то с Таней поцеловался, прижался, да, и он прыгает туда-сюда, то, конечно же, он разбрасывается, рассеивается. И ни Таня, ни Галя, ни Валя не могут подарить ему стопроцентной любви. Ни жена не сможет на самом деле ему полностью отдаться и осчастливить его. Вот так же я считаю и со школой искусства женского очарования. Я призываю тебя, если ты выбрала этот путь, если тебе вот откликается внутри, да, резонирует мой маточный голос, то, что я несу, да, вот главная миссия женщины — это раскрыться в своем женском очаровании, стать настоящей женщиной, исцелить себя, наполнить и стать вот такой волшебной и необыкновенной, чтобы подарить своему мужчине настоящее счастье, таинство женственности. Вот если эта миссия тебе также созвучна, то тогда отдайся на 100% вот этому процессу. Делай первый шаг исцеления, второй шаг наполнения и третий шаг сотворения. И ты посмотришь, как вот за год работы в школе изменится твоя жизнь. А так можно 10-20 лет работать над собой и все равно никуда не прийти. Так вот, когда я с ней провела этот разговор, она вот сказала, Яночка, ты права, ведь знаешь, когда я начала работать с твоими медитациями, с очищением матки, то я стала другой любовницей. Я стала по-женски водно его одаривать. И он уже вкусив и испытав меня вот такую, вдруг последние две недели я вошла в мужское, я была недосып, раздражение, не успевала, вот работала с этой программой, пыталась все успеть. Я перестала медитировать, перестала наполняться. И, соответственно, муж как врезал по морде, так сказать, да, и причем в правую сторону, то есть в мужскую сторону, то есть дал ей понять, ты чего тут мужиком бегаешь, да, и прямо ей сказал, а зачем мне это надо, зачем ты делаешь там тело на миллион, да, когда мне с тобой плохо в постели, мне с тобой плохо в быту, да, ты мне такая раздраженная, злая, напряженная, не нужна, да, подавайте мне вот ту женщину, ласковую, нежную, заботливую, любящую, любовницу хочу. И вот она осознала это, да, и посмеялась сквозь слезы и пообещала, что больше не будет изменять искусство женского очарования и будет идти вот таким более чистым путем чистой женственности, да. Вот, итак, что же я еще хотела сказать? Ах, да-да-да, мы говорили о трех психологических, рисовали портрет мужчины в трех возрастов. Если, то есть вот ребенок, он, ему нужна мамочка, да, если он подросток, то, соответственно, ему нужна такая подруга по жизни, такая огненная девушка, с которой будет давать ему кучу секса, поддерживать его в его бизнес, бизнес-начинаниях, в ее проектах. То есть она будет вливаться в него, да, поддерживать его рост, его проекты, помогать ему становиться на ноги и превращаться в мужчину. И это очень увлекательно, очень занимательно, но я хочу предупредить тебя, опасность этого в том, что это разрушает твою женственность. Очень много моих подруг, коучес, да, которые учат женщин женственности, но на самом деле сами боятся, не раскрылись, и на самом деле большинство, то есть больше процент своих отношений, может быть, 70% в отношениях, они строят как внутренний мужчина с мужчиной. И поэтому они остаются в огне, в земле, они простраивают такую солидную почву, дают для своего мужчины, и они в огне вместе с ним, такая боевая подруга по жизни, да, клевая такая рабочая лошадь, много на себя берет, за все платит, может, у них равенство, да, если вот в первом уровне, да, за него надо еще платить, то тут хотя бы такое равенство, то есть он на себя зарабатывает, он свой билет покупает, а на свой билет он работает, она работает, может, у них у обоих свои бизнесы, и они, в общем, оба вкалывают. Вот это все супер хорошо, и тут есть иллюзия, что вот потом, когда мы всего добьемся, построим там, у нас все будет хорошо, не будет. Вот потом, когда он все построит и встанет на ноги, он тебя кинет 90%. Иногда есть исключение из правил, но на 90% кинет, потому что ты уже будешь уставшая, ломовая лошадь, полностью сожгла свою внутреннюю женственность, твой огонь тебя разжег, в процессе у тебя будет откладываться очень много обид на него, потому что как женщина, ты знаешь, что он должен о тебе заботиться финансово, что он должен покупать твои билеты, носить твои тяжелые сумки, возить тебя, помогать тебе, встречать тебя в аэропорту. Ты подсознательно это прекрасно знаешь, но притворяешься, что это окей, я сама все могу, и таким образом ты такая, я все могу, я такая сильная, я крутая. Ты взращиваешь своего внутреннего мужчину, а женщина не может полностью раскрыться, и она обижается. Эти обидки накапливаются, и потом они могут выйти, вот враг матки, враг крути, там разные женские болезни и так далее. То есть это твоя женщина напоминает тебе изнутри, там, эй, ты меня предаешь вообще, ты что делаешь? Если есть какие-то вообще болезни, связанные с красотой, с внешностью, с внутренними женскими органами, это вам громко-громко, ваша внутренняя женщина орет, кричит, ты меня предаешь, излечи меня, исцели меня, позволь мне раскрыться, хватит быть мужиком, хватит бегать за мужиком, хватит бегать за бабками, да, обрати на меня внимание, то есть она уже кричит до боли, так сказать, давая, ну, через боль тебе понять, эй, вернись, вернись в свою женственность, да, вот, и третий уровень мужчины, если он, вот, мужчина-мужчина, да, уже зрелый такой, раскрывшийся мужчина в своем потенциале, опять-таки говорю, ему может быть и 25 лет, но он уже будет вот мужчина-мужчина, как он себя ведет и что ему нужно от женщины, этот мужчина берет на себя ответственность делами, не словами, как подросток, подожди, любимая, я потом тебе там замок построю, да, он сейчас берет на себя ответственность, он начинает тебе помогать, платить, даже если у него очень мало денег, он будет делиться с тобой своими материальными благами, он будет делать все, чтобы в материальном мире тебе было комфортно и хорошо, но он будет ожидать от тебя женственности, нежности, ласки, трепетности, восторга, восхищения, безусловной любви, принятия его таким, какой он есть, уважения его мужской самости, не при смыкании, не то, что вот многие женщины, которые не раскрылись в женственности, они переходят в такую псевдоженственность, вот они начинают, делают первую программу отчинения матки, и они тогда думают, вот сейчас, если они еще, ну, так как они в отношениях, да, с мужьями, они начинают быть такая хорошая, хорошая, ласковая, ласковая, все вдруг превращается в такую пушистенькую кошечку, что есть хорошо мужчине, это нравится, но так как она не наполнилась еще, не раскрылась как женщина, то она еще как маленькая девочка, как подросток, она в ответ что-то ждет, это не безусловная любовь, она начинает перед ним стелиться, закатывать глазки, говорить ему, ты такой хороший, я тобой восхищаюсь, но в ответ она ждет конкретных результатов, и соответственно, конечно же, не получит их, она будет разочаровываться, почему, потому что, вот мы должны эволюционировать, или через мудрость, или через боль, если ты в отношениях, и ты не понимаешь мудрости того, что сначала ты должна исцелить себя, наполнить себя, раскрыться сама, и только потом думать об отношениях, то обязательно тебя жизнь будет бить по шапке, и мужчина тебя будет наказывать, мучать и так далее, потому что он будет толкать тебя в любовь ведающую, он будет говорить тебе, эй, раскройся, раскройся до конца, и подари мне себя, подари мне свое волшебство, да, либо найдет другую, вот, поэтому часто мне задают вопросы женщины, Яночка, а что делать, если вот я сейчас на первом или втором уровне своей женственности, да, и я уже в отношениях, что мне бросать его, да, я не хочу его бросать, это мой вот, солмейт, да, это моя половинка, что же мне делать, там, может мне не заниматься сексом во время очищения матки, то есть вот такие вот вопросы потерянности, я скажу, что делать. В идеале, конечно, это сначала себя исцелить, наполнить и раскрыться без отношений, и только потом входить в отношения для радости и для любви, но если ты уже в отношениях, вот это как в самолете говорят, если вдруг самолет идет вниз, да, крах происходит, то в первую очередь надень маску на себя и только потом посмотри там направо на своего ребенка, на своего мужа и только потом помогай другим. То есть ты оставайся в отношениях, не надо ничего разрушать, но переведи все свое внимание, весь свой фокус на себя и займись собой, начни исцеляться, начни очищаться, начни наполняться, и ты наблюдай, как он начинает больше тебя ценить, больше тебя любить, спрашивать, о, а что-то изменилось, а достоинство-то у тебя поднялось, у тебя очень сильно поднимется чувство собственного достоинства после вебинаров, да, об этом говорят все мои клиенточки, они мне звонят, я прям чувствую, голос-то изменился, я говорю, о, видно, проделала вебинарчик-то, вот, то есть они будут это все замечать, вы тоже будете замечать ваши изменения, и тем не менее продолжай фокус держать на себе, вот, и стелись сначала себя, никуда он не денется, даже если там поругались, он ушел, он вернется, мужчина всегда вернется туда, где ему хорошо, он всегда будет бежать оттуда, где его пытаются охомутать, либо добивают его, да, мучают его, либо притворяются, вот такую притворную женственность, и он будет срывать тогда с тебя маски, и наказывать тебя за то, что ты не искренна к нему, каждый человек жаждет испытать истинной любви, истинной, тотального принятия себя, тотальной любви, а тотально принять другого человека, может только человек, может, вот женщина искренне может любить, только если она по-настоящему влюбилась в себя, если сама раскрылась, итак, девочки, я думаю, что это все уже вам понятно, и если ты готова, то приступаем ко второй практике, ко второй части нашего вебинара, девочки, у меня еще, в общем, этот вебинар состоит из трех частей, вот мы сейчас прошли первую часть, это мы копнулись глубоко в себя, разглядели теневые стороны, были искренне и честны с собой, посмотрели, какие у нас иллюзии любви, какие у нас установочки, а теперь вторая часть, мы поговорим о законе магнита, что мужчине нужно в отношениях, и третья наша часть будет самая интересная, такая тантрическая практика, я расскажу, как на самом деле нужно выстраивать отношения, чтобы они работали, и потом мы приступим к нашей медитации уже, сотворению, к процессу тотального сотворения, и вот такая мощная работа произойдет над собой, итак, вторая практика, поговорим о законе магнита, в отношениях всегда должен сработать магнит, то есть плюс и минус, и вот мы знаем о четырех стихиях, земля, вода, окон и воздух, мы знаем, что женские энергии, яинские энергии, это земля и вода, вода это женская сексуальная энергия, земля это женская материнская энергия, хозяюшка, мать, и огонь это мужская сексуальная энергия, а воздух это его вот божественная энергия, объединение с его божественным состоянием, сыном божиим, но в нашем не духовном мире, материальном мире, воздух это наше ментальное поле, да, думать, действовать, сотворять вот из ментального пространства, и это тоже яинская составная, и так, если твой мужчина пришел к тебе, и он находится в состоянии воздуха, в ментальном состоянии, вот он весь в мозгах, там у меня, там это прям хочет поговорить, это произошло, то произошло, там вот на работе, вот босс это, или там такой-то проект, неважно положительно или негативно, он хочет поболтать, пообщаться, и что делает великая ошибка женщин, да, они что, они садятся и начинают разговаривать, умничать, то есть она становится парнем, она становится его другом, и, ну, как бы женщина скажет, да, вот отношения же, они на дружбе построены, супер клево, вот и дружи, да, но любви тогда не будет, потому что любовь, она требует магнита, плюса и минуса, то есть если он пришел в воздухе, и ты вошла в воздух, все, магнит, магнита нету, он тебя, как женщину в этом моменте, не воспринимает, да, то есть это хорошо помнить, если, допустим, ты с боссом общаешься, с друзьями, на пляже, где-то ты не хочешь, чтобы мужчина к тебе приставал, вот, пожалуйста, входи в воздух, это, в воздухе нету никаких половых гормонов, тут не включаются женские гормоны, и соответственно, она как бы затушит любые его, так сказать, интересы, он не будет в ней чувствовать женщину, да, вот, если мужчина пришел в огне, и он весь напряженный, злой, или просто уставший, напряженный, и так далее, то, если женщина тоже в огне, потому что она же тоже работала, она тоже строила бизнес, она там за детьми бегала, и она тоже вся напряженная, то вот тут и возникают, так сказать, искры, битва, так сказать, да, битва титанов, чей мужик сильнее, да, если женщина более мощная, она третьего уровня, он второго или первого, то тут она его, конечно, задавит, так сказать, раздавит и просто слопает, и ни к чему хорошему это не приведет. если мужчина пришел в воде, в состоянии воды, апатии, поникшести, такой весь текучий, растекся, ничего ему не хочется, апатия, да, и она тоже, ай, у меня тоже все плохо, я тоже от всего устала, то, соответственно, тоже кашу из этого не сваришь, поэтому, то есть закон магнита отношениями всегда управляет женщина, да, в сексе, вот спроси себя, да, в сексе, кто управляет вкусом твоего секса, да, то есть каким будет секс, мужчина или ты, я уверена, если ты искренна с собой, то в большинстве случаев управляет сексом мужчина, даже если это не он, то это твой внутренний мужчина, да, тот вот мужчина, который сильнее, внешний или внутренний, то ты будешь управлять, то есть если в тебе огонь, и ты в мужском, то ты сама нападешь, создашь страсти, прижмешь его к стенке, сядешь на него, оседлаешь его, да, и мужчине, который водный, или у которого слабый огонь, ему это понравится, он наполнится от этого, да, но опять-таки, магнит нарушается, и, соответственно, к женскому счастью, ты из этого не придешь, сексом на самом деле управляет, должна управлять и твоя женщина, внутренняя женщина, она должна создавать пространство любви, таинства, и она балансирует и управляет мужской энергией через закон магнита, если он пришел в огне, ты должна войти в состояние воды, и если общаться с ним из этого состояния, то сразу же он и успокоится, и вдохновится, и обновится, то есть он прямо вот, как будто он отдохнул, он через тебя отдохнул, наполнился, да, и если в сексе заниматься, вот вода-огонь, то, конечно же, будет мощнейшая алхимия, это и есть вот любовники, так сказать, если он пришел из состояния воздуха, то ты должна включить магнит, и, соответственно, быть в каком состоянии? Земля, ты должна заземлить его, дать ему вот это пространство уверенности, покоя, что вот с тобой все хорошо, вообще раскрою здесь вот такой секрет, да, на самом деле, мужчина рождается, он выходит из матки мамы, и именно матка его матери питает его, она его наполняет, он живет из образов, которые в него вложила мама в детстве, какой он, вот как его мама хвалила, как к нему мама относится, если она говорит, ты никчемный, ты никакой, ты как твой отец, от тебя ничего хорошего не ждать, ты постоянно вот это, ну, то, соответственно, он таким и будет в отношениях, если она видит в нем настоящего мужчину, хвалит, то у меня самая умность, самый лучший, ты можешь все, она им восхищается, поддерживает его во всем, тонко, хитро, по-женски его направляет, то он, конечно же, вырастет в прекрасного, настоящего мужчину, и так, соответственно, им легче будет с таким мужчинам строить отношения, и вот помнишь, тысяча и одна ночь шахеризады, вот в этом нашем втором, второй части нашего вебинара, я хочу, чтобы подумала о шахеризаде, чем она была исключительна, и пойми, что каждый мужчина, вот мечтает о такой шахеризаде, почему? Потому что влюбить в себя мужчину в начальной стадии легко, да, каждая женщина немножко разная, у нее разные вкусы, вот в сексе она, разные запахи, разные вкусы, у нее по-разному, ее женский цветочек, он разных цветов, разных форм ее грудь, как она оргазмирует, какая у нее чувственность, поэтому в начале мужчине интересно, в общем-то, все женщины, да, его легко увлечь, сексом втянуть в постель, так сказать, да, вот, но удержать, да, необходимо разнообразие, необходимо, вот предвкушение чего-то, не знаешь чего, и именно это вот искусство шахеризады, она каждую ночь наполняла его воображение разными интересными образами, да, и держала в напряжении, в предвкушении завтра, и каждый раз он не знал, чего ожидать, и так вот через тысячу и одну ночь он влюбился в нее, и она стала для нее единственной и желанной, и вот в сексе также должно быть женщина, которая умеет оргазмировать через разные стихии, включать, знает вот мужское тело, его психику, и знает, как играть на нем, как на гитаре, как искусно, искусно мастер выводит через нажимание на разные струны, выводит разные мелодии, да, также и женщина должна уметь играть на чувственности своего мужчины, и создавать разные, разную симфонию, так сказать, да, и вот этому искусству я учу на ретритах, здесь уже мы вот погружаемся, да, в глубинные практики, секреты, практикуемся, и потом ты уже идешь в отношениях и оттачиваешь свое мастерство, ну и, конечно же, делишься потом со мной, Яночка, это чудо, там, траля-ля, что всегда происходит, когда женщина начинает по-настоящему работать с женскими практиками, начинаются, так сказать, чудеса, вот, но еще тебе в этом поможет вот вторая программа, и вот там есть видео у меня онлайн на сайте, вот о четырех стихиях, я там глубоко раскрываю вот эту тему закона магнита, да, как вот со стихиями работать, поэтому послушай это видео, я там глубже рассказываю об этом, и так практика номер два, закон магнита, напиши для себя, да, кто в твоих отношениях, да, в твоих сексуальных отношениях, кто управляет сексом, вот, он решает, какой будет секс, напористый, быстрый, или длинный, тантрический, чувственный, да, то есть ласковый или неласковый, кто управляет сексом, он или ты, кто ведет в сексе, поглубись опять, подыши животиком, возьми ручку с бумажкой, погрузись в себя, и будь предельно честна, посмотри, какие образы начинают выходить из тебя, причем это не только с твоим последним мужчиной, но и вот с ключевыми мужчинами в своей жизни, обычно у женщины есть несколько ключевых мужчин, которые ее вот, раскрывали ее чувственность, да, погрузись в себя, да, как Шахеризада, и посмотри, то есть в сексе, какая ты, да, какой он, какая у вас алхимия, что у вас происходит сейчас в сексе, и, да, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сохрани, потом мне все это расскажешь Да, очень приятно заглянуть внутрь себя Конечно, все увидеть Итак, что поможет тебе Какие есть инструменты, чтобы в сексе раскрыться И стать женщиной, которая заменит Как в отношениях Мужчина из матки мамы Должен перейти в матку своей возлюбленной Своей жены И там ему должно быть хорошо И вот чтобы Быть такой вот Женщиной, которая в себя втянула Примагнитила мужчину Втянула, и он погрузился в нее И проживает свою Любовь через нее Это происходит только Через маточное пространство Да, и соответственно Ты уже сделала очищение матки И сейчас ты работаешь Вот над тем, чтобы стать Такой шахеризатой Такой женщиной разнообразной Которая умеет включать магнит И учится управлять этим магнитом Да Для этого тебе в помощь Вот шаг 2 Программа 4 стихий Потом ритуал любви Поможет тебе сбалансировать все стихии Уже это очень продвинутый вебинар Извиняюсь, продвинутый ритуал Вот И конечно же Вот практики из наших вебинаров Да, 3, 4, 5 Позволяют тебе Извиняюсь, даже 2 Да, вот сияние королевы В 3 вебинаре Вот у королевы нет соперниц В 4 вебинаре Из жертвы в жрицу И сегодня в нашем 5 Вот образ призыва любимого Да, будет очень мощно Девочки То есть вот это вот инструменты Которые помогают тебе наполняться Раскрываться по-женски Ну и конечно же Потом ретриты И теперь я расскажу тебе О тантрическом способе Влюбления в себя своего мужчину Смотри На самом деле Ну вот мы уже сказали Да, что на самом деле Затащить мужчину в постель Очень легко А вот на самом деле Простроить отношения Построенные на любви То есть раскрыть мужчину в любви По-настоящему По-настоящему влюбить его в себя Это уже искусство И этому искусству Может Этим только может управлять женщина Которая уже тоже сама Влюбилась в себя И раскрылась как женщина Поэтому представим Что ты это уже сделала И ты готова И я расскажу тебе Вот о таком Настоящем секрете Как по-настоящему Нужно простраивать Отношения в идеале Итак Мы начнем это С примера Когда ты еще с ним У тебя нету этого мужчины И вот ты с ним Только познакомилась Что интересно Кстати Я гарантирую Что это правда То есть Что вот это работает Совсем недавно Где-то месяцев Шесть-семь назад На Бали я познакомилась Просто с Прекраснейшим мужчиной Ему лет за шестьдесят Он накачанный Мощный Он был монахом Крия-йогу Преподавал Двадцать лет Управлял вообще Всем Вот там Югананда-центр У нас в Сан-Диего есть И потом У него было модельное агентство Он сам как модель И вот у него Там трое внуков Дети Он дракон По гороскопу И вот мы с ним общались Он говорит Яна Ну что же с женщинами Прямо не везет Во всем везет И в бизнесе И во внешности И в духовности Все мне хорошо Но вот Не могу найти любви Постоянно вот Меняю женщин Как перчатки И вот За два года Что я была на Бали Я видела Как у него происходит Отношение с женщинами Выбирает Самых чуднейших женщин Они красивые Они духовные Они физически красивые Да Ухоженные Очень тонкие У всех Духовные практики Они коучи Целители И реально Женщины Высшего калибра Прямо хочется С ними дружить Третьего Четвертого Уровня Женщины И месяцев Через шесть Максимум Через год Он расстается И моментально Входит в отношения С другой женщиной И сразу же Начинает строить Через месяцев шесть Или год Он расстается И вот так вот У него По жизни идет И я ему Объяснила Я говорю Слушай А ты вот делаешь Вот такую Тантрическую Практику Которую я вам Сейчас опишу То есть Если ты будешь Ухаживать за женщиной Вот так Делай так И тогда ты По-настоящему Раскроешь И себя И женщину В любви И тогда у тебя Будут шансы На по-настоящему Красивые отношения Отношения любви И он прям Возмутился И сказал Да нет Я не согласен То есть Я Вот Мы развиваемся Вместе То есть Секс Сразу же Да В первую же ночь Мне понравилась Женщина Он лезет к ней В постель Да Он за ней не ухаживает Он ее не раскрывает И он говорит Мы вместе будем Раскрываться Романтика идет Вместе В процессе Типа и так далее И когда я ему сказала Дорогой Ты никогда Не познаешь любви Ни одна женщина Никогда По-настоящему Не сможет Тебя полюбить Он очень сильно На меня обиделся И сказал Что я совершенно Не права И вот его Последние отношения Вот он Как раз Три месяца назад Как влюбился В необыкновенную Женщину Что вот Все у них Замечательно И секс Произошел С первого раза Вот И все у них Любопытно Я провела Я провела тот же разговор С ней Я спросила Ее Я сказала Анечка А вот То есть Это американцы Они по-русски не говорят Они этого вебинара Не прослушают Я ее спросила Я говорю Анечка Скажи мне Вот Как произошло Твоя любовь Как раскрывалась Расскажи мне Историю своей любви Романтику И вот она рассказывает Вот они Их познакомили И он К ней домой пришел И она показала Ему там Кристалл И он там Этот древний кристалл Там из Атлантиса В общем Там была очень мощная Красивая история Он его Активизировал У них пошли вспышки Они друг друга почувствовали Была Необыкновенная Ночь Секса И так как Вот она была занята Работала всю неделю Над Своим Там Каким-то В общем Вебинаром Или чем-то И через неделю Ей надо было Уезжать в Испанию То он каждый день Приходил к ней домой И говорил Ничего Там Ты работай Мне не мешает Просто как бы Ошивался у нее Она его кормила Поила Ублажала Работала Одновременно И ночью давала ему секс И вот у них Закружилась Завертелась И им казалось Что вот они Идеальные отношения Он там Духовности учит Она Он финансово Независим Она финансово Независима Ему там 60 Ей 40 И в общем У него уже дети есть Она детей не хочет Все в общем Идеальненько Они друг другу подходят И потом Он уезжает на Бали Приглашает ее на Бали И вот я начинаю Ей задавать вопросы Я ей говорю То есть Когда секс Произошел в первую ночь Да Она говорит Да После этого Вы встречались Каждый день Каждый день Вы проходили вместе Много времени Много времени Он приходил к тебе Он приносил тебе подарки Цветы Там Еду Драгоценности Она так на меня смотрит Расширенными глазами Нет Я говорю То есть ты для него готовила Она говорит Да Я говорю Тогда он продукты Приносил с собой Да Она говорит Нет Я говорю И цветы не приносил Нет И подарки не приносил Нет Ага Ну хорошо Рассказывай дальше И вот он тебе покупает билеты Приглашает тебя на Бали Она говорит Нет Он мне говорит Бейб Типа Детка Приезжай ко мне на Бали Я по тебе соскучился Ты мне нужна Я говорю И что Она говорит Ну ничего Я покупаю билеты Еду Я говорю Правда То есть он не покупает тебе билеты Она Нет Я говорю Ну а потом что И вот так вот Три месяца Да То есть она ему дает все Она служит ему по полной Выполняет все его капризы Она и мужики баба Ему очень удобно Ему очень комфортно Взамен конечно же Он ей восхищается Любит ее Делает шикарные фотки Для инстаграма Для фейсбука Все завидуют Говорят Боже Какая вы роскошная пара Как у вас все замечательно Он выводит ее в свет Знакомит ее с ключевыми людьми Помогает ей в бизнесе Да То есть он играет свою Так же роль Да То есть он помогает Ее внутреннему мужчине А ее внутреннюю женщину Он не любит Не поддерживает Не раскрывает Да Не балует И так далее Да Но она этого не понимает Я продолжаю Разговаривать с ней дальше И вот То есть это уже После трех месяцев Как они доказывают Всему миру Как у них все идеально Хорошо И он мне С пеной у рта Что вот Его система Работает А моя Это непонятно Что Это нереально Так не должно быть Слишком все сложно Да А я ей Вот это значит Сначала ее выслушала Как бы проконсультировала Я ее спрашиваю И вот вы уже Три месяца вместе Как тебе сейчас Как ты себя чувствуешь Он тебе говорит О том Какая ты красивая Она Нет Не говорит Я говорю Ты же такая красивая Она говорит Да Все говорят А он нет Я говорю Он восхищается тобой Она Нет А в сексе Он Ублажает тебя часами Ласкает тебя Целует тебя Нежно гладит Твое тело Нет Нет Ну хороший у нас Говорит секс Но Нет Без Особых нежностей Да То есть Часовых нежностей Нет Да Я говорю Ага А кто сейчас Как бы готовит За все платит Говорит Ну вот Если мы здесь В ресторан идем Так как это его ресторан То соответственно Это оплачено уже А если дома Я готовлю для него Я говорю Ага Я говорю Ну и как ты себя Сейчас чувствуешь Вот через три месяца Ты счастлива Там тебе хорошо Она говорит Так честно-то сказать Я уже как-то подустала От этого всего Я говорит Не успеваю Вот вчера с ним поругалась И сказала ему Слушай Я говорю Я весь день То есть он приболел Да И она говорит Я вот всю неделю Для тебя готовлю За тобой ухаживаю Делаю для тебя хилинг То есть исцеление сессии А сама я по ночам Должна вести Свои вебинары Свою работу делать Там по ночам Я сплю Три часа в день Я устала Вообще И я говорю И что он на это И он там Спасибо тебе Детка Типа Что ты Да Ты вот Много мной опекуешься Я тебе очень благодарен Ты супер Обнял Прижал Поблагодарил И все И продолжает Ехать На ней дальше Понимаете И вот Я конечно же Она говорит А как же надо Я вот ей рассказала То что сейчас Расскажу тебе Да И И вот она Выслушала это Вздохнула глубоко И сказала Да Ты права Вот если бы я Сделала так То наверное Было бы лучше Но говорит Сейчас уже поздно Что теперь делать Да Будем надеяться Что все будет хорошо Ну и я конечно же Мы же подруги просто Я сказала Конечно же Все будет хорошо Ушла А про себя подумала И ничего не будет хорошо Откуда оно будет хорошо Если ты ничего не изменишь Почему что-то должно измениться Оно только будет все хуже и хуже А не лучше и лучше Потому что ты же ничего не меняешь Ты идешь по уже неправильной схеме И куда ты придешь Вниз А не вверх Да Вот Ну и вот Пару дней назад Она мне написала Что я прохожу Через очень тяжелый период После шести месяцев Глубокой потерянности Раздраженности Обиженности Неудовлетворенности Мы расходимся с ним Да То есть разрываем наши связи Цепи И очень больно Она плакала И в общем Очень тяжело ей сейчас То есть Ей было сорок Когда она с ним встретилась Сейчас почти сорок один И сейчас она глубоко Ранена Истощена Уставшая Да И все это время Весь год У них были роскошные Фотки на фейсбуке Гласящие Трубящие во весь мир Посмотрите Посмотрите Какие мы Прекрасные Духовные По всему миру Разъезжаем Вебинары Семинары Вместе делаем Ретриты Устраиваем Мы такие все Прекрасные Духовные И мир этому верил А внутри Происходило Страдание Разочарование И так далее И конечно же Он болел Весь год Ей было Нелегко С ним И соответственно Она тоже Внешне Не расцвела А достаточно Глубоко Как раз таки Прорезались Морщинки И теперь Ей начинать Все заново Как ты считаешь Вот она Сможет Сейчас Встретить Нового Мужчину Юного Прекрасного И построить Шикарные Взаимоотношения Да ни за что Теперь Она еще Глубже Жертва Еще меньше Верит в себя Еще больше Будет страдать И следующий Мужчина Будет Так сказать Исцелять Ее отношения Уже С пывшим Ну и соответственно Ничего хорошего Из этого Не будет Вот Поэтому Конечно же Я с ней Поговорю И предложу Ей сделать Очищение матки И приглашу ее На ретрит На Мальдивы Где она Очень быстренько Исцелится Наполнится И сотворит Образ Нового Возлюбленного И начнет Строить отношения Вот Тантрически Итак Теперь я Поделюсь с тобой Как же на самом деле Это нужно делать Вот ты Познакомилась С мужчиной И У вас Вспыхла Давайте я поставлю Новую музыку Хочу поставить Чтобы меня Она вдохновляла Эта новая музыка Сейчас я поставлю Сначала Так Отношения Как шахеризата Или тантрические отношения Где ты Пошагово Будешь раскрывать Своего мужчину В любви Как выбрать Правильного мужчину Правильного мужчину Нужно выбирать Маткой Ты почувствовала Его У тебя затрепыхало Внутри Разыгрался огонь В крови Ты почувствовала Ты вспыхнула Вся Зажглась Ты его почувствовала Маткой И ты его Возжелала У него Происходит Как Он увидел У него Все встало Хищник Охотник Добытчик Включился И он думает О Классная Клевая Самка Хочу Хочу Надо Попробовать Что получится Он еще Не влюбился Он Разыгрывает Любовь А девочке Кажется Что он Влюбился Почему Потому что Он начинает Себя вести Как влюбленный Человек Он начинает Говорить Ты такая Красивая Я без тебя Не могу Только ты Он начинает Ей дарить Цветы Ухаживать И так далее Он начинает Ее покорять Ну и обычно Особенно Русских Женщин Да и вообще Американок Да и сейчас Здесь на островах Особо Покорять Не надо Они Раз, два, три И в постельке И весь процесс Скомкался И закончился Но мы не о нем Мы говорим О настоящем Процессе Как должно По-настоящему Протекать И вот он увидел У него зажглось У него включилась Лампочка красная Интересно Это кто? Кто ты? И он идет Начинать тебя познавать И вот он Начинает Включать Свое мужское Обаяние Очарование И начинает Свои приемчики На тебя Включать И давить Давить Чтобы как можно Быстрее Затащить В постель И вот ты с ним Общаешься Включаешь Магнит То есть Балансируешь Его Играешься С ним Он приходит В огне А ты вся В воде Он приходит В воздухе А ты вся В земле А ты начинаешь Пространство Создавать А ты счастливая Тебе хорошо Ты делишься Своим счастьем Ты фонтанируешь Ты играешься С ним Да То есть Флиртуешь Флиртуешь Голосом Глазами Волосами Флиртуешь Грудью В зависимости От какой стадии Там Сколько дней Прошло Ты с каждым Днем Потихонечку Как бы Увеличиваешь Звук Да То есть Увеличиваешь Уровень Флирта Да И эта игра Она Раскрывает Разжигает Огонь Его первой Чакре А также В твоей То есть На уровне Сексуальности Вы К друг другу Принюхиваетесь Так сказать Да И конечно же Он хочет Секса И вот он Провожает тебя Крепко тебя Обнимает Или говорит Можно тебя поцеловать Я тебя так хочу И что ты Делаешь Или давайте Будем говорить Так И что делает Шахеризата И она Говорит Мне так С тобой Хорошо Спасибо Тебе За Обалденный День Это было Восхитительно Я так Насладилась То есть Все было Так вкусно Все было Так интересно В зависимости От того Где вы были В ресторане Или он тебя Куда-то сводил То есть Я никогда Так чудесно Не отдыхала Мне с тобой Так хорошо Благодарю тебя Я тоже тебя хочу Но я еще Не готова Прости Пожалуйста До свидания Спокойной ночи И уходишь Уходишь нежно Ласково Но Таинственно Но Вот так Четко ясно Я еще Не готова Проходит Несколько дней То есть Несколько встреч Да еще И он Думает Про себя Подожди Просто так Ее не возьмешь Эта штучка Непростая И тут Он переходит Во вторую чакру В нем Включается Романтик Чувственность И он говорит Завоюю И тут Он начинает Писать Стихи Возить На концерты Петь Песни Встречать С тобой Закаты Или восходы То есть То что важно Для тебя Ты же должна Озвучивать Что ты хочешь Я например Говорю Ох я обожаю Восходы Солнца Так Мужчина Который За мной Ухаживает Он такой Завтра Мы встречаем Восход Солнца Вместе Я говорю Правда Говорит Да И в 6 часов Утра Он был у меня На балкончике С цветами Такой Причем Их нельзя было Где-то купить Он где-то сорвал Цветочки Принес И разложил Их у меня На балконе Сидит И ждет Пока я выйду И заварю Ему чай И мы будем Встречать Восход Солнца Это было Очень романтично Очень красиво Если я говорю Обожаю Закаты Солнца Он говорит На каком пляже Ты хочешь Вот завтра Встречаем Закат Солнца Там где Ты хочешь То есть Ты начинаешь Направлять Его на то Что ты хочешь Да И он Обязательно Вот начинает Тебе Вот потакать Так сказать Делать тебя Счастливой Вот Если я говорю Боже Обожаю Лилии Ну там Как-то Вот В разговоре Да Боже Обожаю Запах Лилии Он сводит Меня с ума То обязательно Он пойдет Найдет Купит Закажет Лилии Да То есть То есть Ты вот Начинаешь Направлять Его Вот В ту Романтическую Сторону Которая Важна Для тебя И так же Он включает Все свое Воображение И начинает Включать Своего Романтика Девочки Это очень важно Чтобы он Прожил Вот эту Фазу Полностью До конца Фазу Романтика Если ты с ним Бросилась Постель Быстренько То он Не раскрылся Как романтик Соответственно Он никогда Не сможет Познать Себя Как мужчина Каким он Может быть Как он Умеет Любить И поэтому Потом Когда появляются Любовницы А он То уже Женат Ему Нужно Ее Завоевывать Она Он Начинает Включать С ней Романтика И если Она Не бросилась С ним В постель А это Там Служебный Роман Она Долго Там Сопротивлялась Ведь ты же Женат Тра-ля-ля И вот Он ее Охмурял Охмурял Долго То он С ней Если он Раскрылся В романтике То потом Он может Уйти К ней Потому что С ней Он Понимает Как он Умеет Любить А с тобой Он не Раскрылся Понимаешь Опасность Быстрого Скока В постель Вот И значит Он Раскрывается Как романтики Через какое-то Время Он уже Тоже Не выдерживает Начинает Давить Ну когда Уже Я так Тебя хочу Я схожу С ума По тебе И ты Говоришь Ему Я так Тебя хочу Я тебя Видела во сне Я там О тебе Мечтаю Ну то есть Ты тоже Даешь ему Понять Как ты Тоже Хочешь У тебя Там Дрожит Голос Ты уже Включаешь И говоришь Из первого Сексуального Центра Через матку Пропускаешь Дрожь Такую Если ты Умеешь Если ты была Уже на ретрите Ты умеешь Пропускать Тантрические Потоки Ты реально Сделаешь Так Что он Реально Энергетически Прооргазмирует Просто находясь Рядом С тобой То есть У него Начнет Сносить Крышу И ты Говоришь Но Я еще Не готова Прости И уходишь И тут Он переходит На третью Чакру В нем Раскрывается Огонь Включается Его внутренний Мужчина И он Говорит Извиняюсь За выражение Ах ты Сука Такая Да ты Посмотри Ты что Меня тут Мучаешь Да что Ты там Себе Вообще О себе Представляешь То есть Если Это был Мужчина Который Не романтик И он В тебе Не увидел Жену А именно Объект Для сексуального Соблазнения То у него Тут включится Вот такой Маленький Озлобленный Тиранчик Типа Да что Вообще За дела Да ты Кто Вообще Такая Да я Сейчас Свистну Там 10 валь прибежит И 5 таней И десяток галь Да я Вообще Такой Секой То есть У него Он пойдет Гнать Через свое Эго Злиться Да Либо тебе В лицо Либо там Внутри У него Этот процесс Будет Происходить Да Очень хорошо Пусть Побесится Перебесится Позлиться Все Вот это Весь этот Гной Внутренний Да Неуважение К женщинам Весь его Прошлый Грязный Дешевый Легкий Легкодоступный Опыт Это все Должно Сжечься В его Злости Нужно Чтобы он Через этот Этап Прошел И тут Он Тебя Может Кинуть То есть Да пошла Ты Сказать Не нужна Мне такая И пойми Дорогая Если он Тебя Послал То ты Ничто Не потеряла Ты просто Элиминировала Негативный Опыт Потому что Он тебя Кинет Так или Иначе Он в тебе Жену Не увидел Ты не его Женщина Ты была Просто Объектом Для Охоты Так сказать Для каких-то Его Нужд Зато В процессе Ты полностью Насладилась Себе Нечего Жалеть Ты Насладилась Ты Кайфанула Ты Раскрылась Ты Пофлиртовала Тебе Нечего Жалеть Ты Ничего Не потеряла И ты Теперь Полностью Разогрелась Как Женщина И Вот Проделаешь Вот эту Медитацию Призыв Любимого И призовешь Новенького Если он Просто Разозлился Как бы Хлопнул Дверь И он Ушел И он Пошел Себе Кипятиться И вот Через Две Недели Он Либо Осознает Для себя Слушай А ты Особенно Он Начнет Скучать По тем Романтическим Вечерам По тем Закатам Солнца По тому Вкусному Чаю По тому Пространству По твоей Улыбке По блеске В глазах По тому Как ты Пробежалась Волной По всему Его телу Как ты Взорвала Ему Крышу Сидя Просто Рядом То есть Он Начнет Вспоминать Вот Все эти Необычные Состояния Которые Он Пережил Только С тобой И вдруг Он Понимает Для себя Люблю Ее Хочу Ее Она Необычная Она Не такая Как все Я не понимаю За что Она Загадка Но буду Разгадывать Ее До Конца Жизни И тут Даже Если Он Говорил Я Никогда Не Женюсь Мне Это Не Надо Тра Ля Ля Тут У него Он Должен Пройти Через Эту Фазу Внутри Себя Переустановки Он Должен Сам Себя Убедить В том Что Ты Та Единственная И достойная Его И тут Он Приходит К тебе Из Третьей Чакры Тут Он Для себя Решил Решил Так Да Я Не Я Да Я Не Мужик Если Я Ее Не Покорю Будешь Моя Сделаю Все Переверну Там Носом Буду Землю Рыть Переверну Там Все Кверху Дном Но Ты Будешь Моя И Никуда Ты От Меня Не Денешься И тут Он Начинает Бороться За тебя Неплохо Чтобы В этой Фазе У Тебя Ты Прекрасная Женщина У тебя Всегда Есть Поклонники Воздыхатели Мужчины Которые Тобой Восхищаются Неплохо Чтобы Тут Нарисовался Воздыхатель Вася Не то Что Ты Ему Изменяешь Или Выбираешь Но Тебе Дарят Цветы Тобой Восхищаются Причем Без Дешевых Игр Мужчину Не Обманешь Он Должен Чувствовать Что По Настоящему Есть Другой Самец Который Тебя Романтически Охмуряет Покоряет Пока Он Тебя Кинул И Разбирался Раскапывался В себе И Он Должен Испугаться Что Он Тебя Потеряет И Тут В нем Включается Покорю Во Что Что Не Стало И Тогда Он Переходит От Красивых Романтических Действий К Настоящим Мужским Поступкам Тут Он Проявляет Себя Как Мужчина Он Берет За тебя Ответственность Потому что Тут Он Уже Не Покоряет А Тут Он Уже Доказывает Тебе Какой Он Может Быть Как Мужчина Он Себя Показывает На Все Сто Говоря Выбери Меня Со Мной Тебе Будет Хорошо Со Мной Тебе Не Надо Будет Переживать О Деньгах О Проблемах То Я Тебя Защищу Я Тебя Буду Содержать Я Тебя Буду Защищать Я Тебя Буду Любить И Вот Уже На Этой Фазе Огонь Подходит К Сердцу И Вот Когда Вы Занимаетесь Любовью Когда Он Поступками Проявляет И Показывает Что Он Для Тебя Ничего Не Пожалеет И Он Тебя По Настоящему Выбирает Ты Его Женщина Безоговорочно Вот Тут Когда Происходит Ночь Любви Ты Уже Знаешь Что Он По Настоящему Тебя Любит Ты Уже Знаешь Что Он Выбрал Тебя У Тебя Что Ты Его Любишь Он Раскрывался Перед Тобой Ты Видишь Какой Он По Настоящему Ты Увидела Его Теневую Злую Сторону Ты Увидела Его Добрую Ласковую Романтическую Сторону И Ты Сама Себя Также Спросила А Он Мне Нравится Я Его Люблю Я Хочу Его Любить Вот Такой Как Он Есть Без Розовых Очков Ты Увидела Его Я Ему Доверяю Я Он Меня Вдохновляет Быть Самой Красивой Самой Любящей Женщиной Для Него Я Хочу Стать Его Музой Его Возлюбленной Его Мельпоменой Всем Для Него Я Хочу Посвятить Свою Жизнь Чтобы Сделать Его Самым Счастливым Мужчиной На Свете То В этом Процессе И Ты Раскрываешься В Любви И Он Раскрывается В Любви И Если Происходит Секс Если Происходит Слияние То Когда Ты Просыпаешься Ты Просыпаешься В Объятиях Любви Ты Знаешь Что Он Тебя Любит Он Тебя Любит Вы Занимались Любовью И Если Ты Еще Знаешь Тантру Искусство Тантры И Сможешь В Этот День В Первый День Вашей Ночи Включить Все Его Чакры Пролететь Волной Волной Внутренней Оргазмичности По всем Его Чакрам Омыть Все Его Тело Наполнить Его Собой Своим Оргазмом Войти В Долинный Оргазм И Не Кончать А Просто Как Фонтан Да Вот Фонтанировать Оргазм Фонтанировать В Любви То Вот Это Слияние Оно Вот Это Начало Пары Вот Это Слияние Души Тела И тогда Отношения Настоящие Раскрываются И тут Очень Важно Вот Уже Раскрывать Вот На уровне Сердца Да На уровне Любви Простраивать Отношения Грамотно И правильно С самого Начала Да Чтобы Вот Сохранить Это Очарование Эту Тонкость И Раскрывать Эти Грани Любви В отношениях И тогда Есть шанс На счастливые Отношения В паре Можно Вместе Расти Раскрываться И так далее Вот Я За Это Я Вот Такие Отношения Рекомендую Вот Такие Отношения Они Стоят Того И Если Тебе Кажется Что Это Сказка Это Невозможно Это Неправда Это Возможно Это Возможно В любом Возрасте Как Только Ты Пройдешь Через Три Шага Очистишь И Сцелишь Свою Матку Наполнишь Ее Сексуальной Оргазмичностью Силой Четырех Стихи Научишься Ритуальничать Со Стихиями Да Сбалансируешь Четыре Стихи В себе И Выйдешь В эфир Начнешь Сотворять Будешь Делать Семь Волшебных Медитаций И Сотворять Своё Пространство Сотворять Свои Образы Свою Сказку Ощущать Себя Красивой Ощущать Себя Любимой Ощущать Себя Изобильной Быть Оргазмичной Наполнять Его Управлять Внешним Миром Своим Внутренним Состоянием Впустить Его В свою Матку Впустить Его Чувствовал Что он В тебе Ты его Женщина Он Твой И он Любим Ты любишь Его Ты любишь Себя В первую очередь Он будет Восхищаться Тобой Потому что Ты всегда Наполняешься Ты всегда Выбираешь Себя И потом Делишь Одариваешь Его Собой Ты не Растворяешься В нем Не отдаешься Ему Ты Сотворяешь Пространство Для него Притягиваешь Магнитишь Женщина Управляет Этим Миром Женская Энергия Наполняет Этот мир Таинством И волшебством Так что Приезжай ко мне На Мальдивы Практикуй Наполняйся Раскрывайся И твори Магию В этой жизни И в своих Отношениях Если Если у тебя Уже Есть Муж Есть Есть Все Ты Ты Женщина Ты Магиня И ты Можешь Все Итак Моя Хорошая Если Ты Готова То Я приглашаю Тебя Приступить Ко второй Части Нашего Вебинара К Магической Трансмедитации Она Доступна На сайте Ее можно Купить За 50 Долларов И Приступай К магическому Процессу Сотворения Образа Своего Возлюбленного Призови Его И Насладись Самыми Прекрасными Отношениями Ведь Ты Достойна Настоящей Любви Правда Я люблю Тебя Моя Хорошая Счастья И Любви